Йоу! Всем привет! С вами канал На Грани Фолла. Мы продолжаем карьеру за игрока. Если кто забыл, давно не было карьерки за игрока. И вот она, продолжение. Кто смотрел прошлой серии, знает, что мы идем неплохо. Проиграли последний матч Ювентуса. Но это Ювентус, а мы Young Boys, поэтому это логично. Но все равно Лига Чемпионов хорошие шансы на выход из группы еще есть. В чемпионате игры сегодня сыгра с Хоппером и с Базелем, одним из лидеров. И еще Лили Реал. Сегодня три матча по традиции, ребят. Если скучал, ставь лайк. И одна из причин, почему так редко такая пауза была, что какая-то пропала активность. Последние серии я делал. И практически очень мало просмотров из-за этого тоже. И чем больше просмотров, чем больше комментариев вашей активности, тем чаще будет выходить серии. Поэтому если... Я все равно продолжаю потихонечку эту карьерку. Поэтому... Так. Вот какая-то такая информация. А мы двигаемся дальше. Давайте посмотрим очки навыков. У нас есть серия глибов пасов улучшает. Дальнобой у меня уже есть. Надежность в обороне мне не нужна. Удар в касание можно, исходя, сделать. Вторую ячейку заполнить уже. Второй талант открывается. 73 общий рейтинг у нас еще кто-то забыл. Все серии карьеры за игрока есть на моем канале, в плейлисте. Так что подписывайся, ставь лайк, комментируй. Обязательно колокольчик не забудь. Характеристики вот наши. Архетипы у нас пока еще нет их. Четыре очка навыков. Давайте прокачаем. Дальше выносливость. Ой, а что это у меня скинулось она? Стояла же. А, но их можно как бы обратно, да? Убирать. Давайте прыжки агрессии еще сделаем. Так, напор повыше. Ну, давайте на напор потратим оставшиеся очки навыка. С выносливостью бывали проблемы, поэтому я качаю большую часть его. А так мы звезда клуба. Отлично идем в таблице 34 очка у Базеля, который на втором месте 23 очка. Поэтому особых проблем не должно быть. И мы надеемся, что сможем взять чемпионат, выиграть чемпионат внутренний швейцарский. И в Лиге Чемпионов побороться, побороться за выход, конечно же, из группы. Либо попасть в Лигу Европы, было бы тоже неплохо. Так, мы в старте вместе с Сеймом. У нас отличная связка. Поехали к очередным матчам. Ставь лайк, напоминаю, если скучал. Напиши в комментариях. Чем будет больше активности, тем чаще будет выходить серия. Пока постараюсь одну серию в неделю делать. А там дальше посмотрим. Еще карьеры за Newcastle у нас на стримах, ребята. Залетайте тоже. UFC, карьера за бойца. Проходим еще метро параллельно. В общем, много-много всего на канале. Так что в сообщество заглядывайте. Там будут анонсы новых серий и вообще какие-то новости. Инстаграм на грани фола тоже на английском языке. Подписывайтесь. Ссылку, может быть, оставлю, если не забуду, в описании. Ну, все ссылки есть в описании канала. Так что погнали к матчу. Здесь все отлично у нас идет в регулярном чемпионате. Вот здесь я делаю плохой пас. Давно не играл, поэтому немножко навыки, конечно. Скилл подубавил. Сенсейм атакует. Посмотрите, какой прессинг. И я еще на скорости бегу, не трачу стамину. И так у меня небольшая усталость уже накопленная есть. Так много игр сыграли. Тем не менее. Ну и продолжаем. Настоящей звездой мы стали за полсезона в нашем первом клубе. Так что... Так, пас мне. Хорошо. В касание. Мартиен Шнанцейма, который кладет такие мячи, как... Пирожки в рот. Отличный удар. И Матич парирует. Наш тренер нервничает. Но ему особо нервничать не приходится в чемпионате подача на меня. Но здесь справляется защита Гроссхоппера. Я открыт, я открыт. И голевой пас. Офсайда нет. Нет офсайда. Голевая передача очередная. И сделано. Голов у нас тоже много. Поэтому идем отлично. Хороший голевой пас. И тут же лизативным действием отмечают. Если что, попросим замену. Если будет уже ясно, что и как. Ударь, я думал, положение игры здесь будет. Но не было положения игры. И Кристиан Факсна забивает мяч. Третий гол его в 13-ти матч. Так, кстати, задачи я не посмотрел на свои персональные. Так, получить оценку не ниже 6-ти и 9-ти. Сделать передачу 5 на половину соперника. Достигнуть процент обводок. Все, понял. Надо не расстраивать тренера. И может быть нам пора уже переходить в другой клуб. Как вы считаете? И в какой чемпионат и прочее можно сделать запрос? Ну и вообще, вот еще одна черная передача. Потому что в этом чемпионате, я думаю, мы уже многое доказали. Его еще доказывает НСЕЙМ. Голевая передача. Сезон на века. Вот видите, Смирнов показывает. Голевая передача уже не моя. Но атаку я тоже поддержал. Это непосредственно часть. Этот разрезающий пас. Как пирог разрезал. И выдал передачу. И есть НСЕЙМ. Который тоже калачивает гол за голом. И мы между собой с ним соревнуемся по голам. Еще мне пас. И можно пробить. Какой же нападающий без ударов. Есть удар. У меня же есть навык дальнобой. И удар в касание. Поэтому-то Атланты открылись. Так, не знаю. Что-то помудрил здесь камеры. Почему-то теперь не видно мяча. А только за мной камера наблюдается. До этого. Куда мяч там и была. В основном камера. И сейчас я почему-то не вижу свои ворота. Когда мяч туда переходит. Может какой-то глюк или баг. Не знаю. Со следующего матча это поменяется. Здесь я поставил классическую камеру. И вроде неплохо смотрится. Так все. Нестандартная камера. Чтобы поинтереснее было. Попробуем этот матч так доиграть. А там посмотрим как будет. Вот и мне паса. Дают удар справа. И удар. Рикошет. Алексей Смирнов. Голевая передача. И гол. И есть контакт. Пробил крайне не сильно. Казалось бы неудачно. Парировал защитник этот удар. Но вратарь-то уже ныркнул. По этому мячу уже отреагировал. И посмотрите. Бах. И уже казалось бы так аккуратненько. Мячик заскакивает. Вообще в этой карьерике много курьезных голов у меня за игрока. Кто-то не смотрел в предыдущей серии. Гляньте. Там есть реально смешные голы. А кто видел тот молодец. Вот так вот. 3-0 вообще раздумяется. Мы переносим в пух и прах. И в перерыве попросим замену наверное. Чтобы восстановиться. Еще впереди Базель. Лига чемпионов. Есть и есть события. Поважнее. Которые себя можно поберечь. Потому что здесь уже плюс-минус все ясно. Вот не видно моментов по нашим воротам. Приходится чуть ли не вот сюда возвращаться. Странно. Давайте попросим замену и переходим к следующему матчу. Здесь все ясно уже. Сенсорную панелью на геймпаде. Сенсорную панелью на геймпаде. Делать чтобы переключалось от меня на мяч. Вообще здорово кстати. Это сделано. Поэтому. Я попросил замену. Матч сделан. Мы сделали игру. Можно сказать. Ну не только мы. И наша команда. Поэтому можно потихонечку переходить. Уже дальше. Вот и моя замена. Или. Так да. Результат рассчитываем. Посмотрим как в итоге сыграла моя команда. Так и сыграла 3-0. Поэтому ничего особо. Второй тайм просто доиграли. Так что ребят. Вот такие дела. Тренер нами полностью доволен. Отличное развитие. Успешные обводки. Вон радуемся в раздевалке мы. Это прекрасно. Развитие игрока. Можно глянуть. Я вам показывал это в начале. И. Почему-то он подрос на метр восемьдесят один. Стал. Хотя метр восемьдесят. Так. Тридцать семь очков у нас. У Байзеля 23. Огромный отрыв. Если сейчас их еще обыграем. То все уже. Мне кажется. Досрочно. Там за пол сезона. Практически чемпионами станем. Потому что. Ну. Это нам надо постоянно терять очки. А чтоб соперники выигрывали. Всех и вся тогда. Но посмотрим как она будет. Потом Вильерал. С чего все началось. Тема закончится у нас. По итогу. Первый матч был с Вильералом. Мы очень хорошо шли. Но потом конечно Ювентус. Нас немножко приземлил. Приземлил. Сейчас я вам покажу. Таблицу Лига Чемпионов. И мы сейчас на последнем месте. Но что самое интересное. Очков-то у всех по шесть очков. После. Вот этих двух тур. Четырех туров. Простите. Просто какая-то уникальная группа. Посмотрите ребята. Просто уникальное. Такое. Получилось. Даже слово вылетело. Потому что здесь уже все ясно. Смотрите. Брюки, Баруси. Локомотив вообще в опе. Манчестер Сити. Посмотрите. Третье место занимает. Бавария. Монако. Севилья. Спартак. Тоже видите где. Ну где и должен быть. Бергамо Кальчо. Это Аталанта. Реал. Тут тоже все ясно. Динамо Киев. К сожалению. Тоже внизу. Все наши клубы. Наши украинские. Российские. Низко. Так. Спортинг Интер. Вот здесь еще есть заруба. Манчестер Милан. Рейнджерс еще даже имеет какие-то шансы. ЦСКА тоже. Видишь. В Лигу Европы упадет. Ливерпуль Барселона. То есть. Ну наша группа. Это вообще что-то. ПСЖ здесь тоже понятно. Без вариантов. Наша группа. Это что-то с чем-то. То есть нам надо выиграть этот матч. Обязательно. Просто он все решит. Мы наберем очки тогда. И уже будем смотреть как сыграли наши соперники. В общем расклад. Какой-то умопомрачительный. Так что ребята. Не пропустите этот матч. Обязательно. И давайте. Активности навалите. Чтобы побольше просмотров было. И. И комментарии. И прочее. Потому что из-за этого я как бы подзабил на эту карьерку. Ну и много событий всяких в жизни происходило. Но тем не менее. Просмотры реально упали. Но ничего. Не ради просмотров. Играем для души. Играем для вас. Тоже играю сам. Поэтому. Почему бы это и не снимать по итогу. Канал на грани фола. Если не подписался. Впервые здесь. Обязательно это сделай. Напиши комментарий. Не смотри молча. Поехали. Матч против Базеля. Играем. Дома. Поэтому. Надо набирать очки. Как сказать. Дело с концом. И уже здесь решать. Свой. В чемпионате уже все решится. И тогда уже спокойно можем. На Лигу чемпионов переключиться. Хотя бы за Лигу Европы там побороться мы можем. А если проиграем. То вообще будет плохо. Мы как можем выйти с первого места. Да. Так можем вообще не выйти. Короче. Уникальное. Уникальное. Расположение в группе. Так. Поехали. Матч. Янг Бойс против Базеля. Который на второй строчке находится. Но очень большой отрыв у нас. Очень большой. Так. Отыгрались. Так. Задание тренера. Посмотрим. Так. Задача не ниже 7.5. Дополнительно 9. Наносить удар по орламу 3. Так. Синдзи процента команды владеем мячом. Угу. Ну такие нормальные. Тренер вообще адекватный. Дает хорошие нам. Вполне выполнимые задания. Персональные. Опасная атака. Забитые голы. 32. У нас из 13 матчей. Лучшая. Лучшая атака. Лиги. Не хухрю-мухрю. Опасно. Кабрал. Удар накрыт. Люстенбергер. Автор фантастического гола в этом чемпионате. Кто смотрит серии знает. Попробуем один в один уйти. Я на скорости. Нет. Не уходим. Нахрапом не удалось взять. Прессингуем вратаря уже. Хорошо. Прессинг сработали. Отдать пас. Надо забивать. Нсейм. Я ему все выложил. Но плохо мяч принял Нсейм. Выводил этот мяч. И смотрите. Передачу удобно отдал. Может чуть-чуть сильнее. Нсейм обычно не имеет проблемы с техникой. Но тут. Ну и вратарь. Линднер сыграл прекрасно. Уже могли бы открыть счет в середине тайма. Кабрал. Стокер. Кабрал. Ну Камара и Люстенбергер отличный центр обороны. У нас для суперлиги просто прекрасный заброс. Нсейм через меня играет. Отыграемся. Еще. Подключаем. Ах. Какой стык мощный. И Базель очень мотивирован. Естественно. Это и шанс вернуться в чемпионскую гонку. Призрачный. Но шанс обыграть нас. Чуть-чуть приблизиться. Нсейм. Пошел. Ру родной. Надо мне уже выходить на оперативный простор. Пас на меня. Выдают. Удар. Прямо по центру я бью. К сожалению. Хороший удар. Но по центру. Да. Вратарь справляется. Так. Занимаем позиции. Нсейм. Но здесь он мне подставил этим пасом. И уже был закрыт. Тридцатый момент у матча. Ноль-ноль. Особо без моментов. Но справедливости ради и у наших ворот моментов нету. Практически. Джака. Гранит Джака. Капитан. Базеля. Через правый фланг попробуем. Мне вообще не дают даже без мяча. Смотрите. Не дают пройти. Опасаются. На финте я хочу пройти. Нет. Играйте проще. Тренер. Сразу мне оплевуху дал. Хочу пройти. Да. Себя обыграл. Вышел бы один на один. Так. Надо держаться. Все-таки левый форвард. Смотрите. Какой прессинг у Young Boys. Удар. И открывает счет Базель. Вот так вот. Я прийти. Надеялся, что этого гола не будет. Но он хорошо расчертил. Расчертили гости. Вы смотрите. Раз. Два. Три. И удар в дальний уголочек. Да. Без шансов для голкипера. 0-1. Стокер. Валентин. Открывает счет. Вот тебе и на. И первый тайм остается за гостями. Надо его во втором тайме поднажать. Поднажать обязательно. Так. Задачи пока не до задачи. Один удар мы несли из трех. И сейчас уже Базель будет, наверное, на контратаках действовать больше. Ну, в принципе, они и так это делали. Но гол забились просто с хорошей, красивой атаки. И мне вообще здесь не дают никакого простора. Ну, посмотрите, как моя команда бьется. Сразу в отбор вступает. Это вот прессинг при потере мяча. Тактика тренера. И тактика тренера. Лидеры могут себе позволить такое, да. Играть борзо. Тем более играем дома. Пусть и с Базелем. Но пока, пока. Базель очень грамотно защищается. И в центральной защитнике им удается меня сдержать. Косами, Кабрал. Очень хорошо владеет мячом Базель. Или там... Да, через фланг пытаются. Здесь Комара грамотно действует. Балмус. Надо просто выбивать мяч. Балмус. Вот он любит вот такие небольшие забеги. Ну, грамотно, видите, играет. А здесь уже надо выбивать, наверное. Или через Комару играть, да. Перевод на фланг. Так, я там жду на грани офсайда. Пас на меня. Так, запускаем. Гамалео. Если что, я открыт. Можно мне выдать пас. Буду бить в касание. Удар! Что творит голкипер? Что творит голкипер Базель? Посмотрите, какой удар хороший. И голкипер... Нет, мимо ворот. Мне показалось, что голкипер чиркнул. Но это удар мимо, да. Не подготовленный слет я бил. Ну, конечно. Тут особо... Нет времени, чтобы готовиться. Так, замена Мартинша меняют. Хорошо, что не меняют. Будет шанс еще отличиться. Я надеюсь, будет. Так, разыгрывать, наверное, будет. Сиера выходит. Нет, выбивает. Вратарь. И почему-то наши все пролетают. Уже ва-банк идет наша команда. Раскрывается. Это видно. По большому счету, это поражение не сильно нас смутит. Но, тем не менее, проигрывать никогда не хочется. Так, через меня пас уйти. Уйти, защитник. Ухожу. И бью в дальний угол. 1-1. Алексей Смирнов. Форвард. Настоящий. Только дали мне чуть-чуть простора. И на тебе. Пролез я здесь, правда, со скрипом. Вот здесь. Раз. Проткнул тут кемчат. Второй уже защитник смещался, чтобы меня перекрыть. Но я успел пробить в дальний уголочек. Бам. И здесь уже никакой голкипер не удел. Отлично, отлично. Гол. Алексей Смирнова. Замена Комара меняют. Подустал. Подустал. И пока спасаемся от поражения, можно будет поднажать и попробовать этот матч выиграть. Закамбэчить. Совершить камбэк тура. Еще для этого есть плюс-минус 15 минут. Канал на грани фола. Лайк, подписка, комментарий, колокольчик, ребят. И... Карьера за игрока вообще интересная. FIFA на самом деле. Вполне себе. Соскучился по ней. Так, ждем забегания. Ах, не успел. Уже товара встретил меня. Но оценка у меня хорошая. Конечно, это забил гол. Базель, в этом матче. Ничуть не хуже нас смотрится. Удар. Балмос на месте уже. Вот и наш голкипер. Очень приличного уровня. Хороший удар. Иквиль. Так, по-моему, иквильтильно. Какой-то там. Мамбиби выходит вместо Сейма. Тоже нам известный парень. В атаку. Я, если что, здесь на грани офсайда. Держусь. Жду открывания, но никто не открылся по итогу. Смирнов, хорошо. И прострел делаю на пустые. Забивать надо 2-1. Я, Бось. Моя голевая передача. Гол теперь плюс пас, который решающий. Гол сравнивающий счет в игре. И решающая голевая передача. Здесь просто ногу подставить, что и делает наш партнер. Ну, я просто здесь все тащу. Мамбиби, Феликс. 2-1 на 89-й минуте, ребят. Забиваем. Фантастический матч. А впереди еще Вильяреал. И что будет там, вообще непонятно. По 6 очков у всех группе в Лиге Чемпионов 6 очков. Вы можете такое представить? Бывает не так часто. 2 минуты осталось доиграть. Уже даже какие 2 минуты? Несколько секунд до конца матча. Ну, я сделал игру. 10 баллов получаю от тренера, конечно. Лучший игрок матча Алексей Смирнов. Просто с 70-й минуты мы переворачиваем все с ног на голову. И хорошо смотрелся Базель, но мы сильнее, ребят. Но мы просто сильнее в этом турнире. Фу, можно выдохнуть. 10 баллов я получил в сумасшедший матч. Базель больше владел мячом, да? Там перепасовок делал. Но особо моментов-то и не было. Удар в сторону я не выполнил владел мячом. Ну, ребят, я забил гол и решающую голевую отдал. Ну, что тут можно сказать. И Лига Чемпионов та самая. Так. МС-2 рейтинг мой общий, да. И вот какой расклад. Челси будет играть, получается, с Юви, а мы играем с Силера. Но нам надо обыграть Виллериала, дальше смотреть, что и как там будет. Дальше уже смотреть, конечно. Погнали к матчу. Надеюсь, я буду в старте. Вот доверие от тренера, смотрите, вверху. Отлично. Играем, тем более. Дома это должно помочь. Ну, очень устал. Я вообще уставший, посмотрите. Практически уже на треть. Ну, посмотрим, заменимся. Если что, заменят нас. Либо мы сами попросим замену. Посмотрим, как будет складываться матч. Ребят, канал на грани фола. Карьера FIFA 2022. За игрока. Лига Чемпионов. Последний тур. Получается. А, не последний тур, получается. Четыре матча. Это пятый. Еще будет матч. Еще будет матч. Я что-то поплыл уже от этих шести очков. Конечно, Висент Сиэра. Всего же должно быть правильно. Давайте пенальти пробьем. За Сиэру как раз. Вот так я пенальти бью. А теперь погнали. Конечно, это же... Получается, еще у нас матч с Челси останется один. Потому что с Ювентусом мы два раза сыграли. Тем не менее, да. Да, их надо обыгрывать обязательно. И дальше уже в последнем туре смотреть, что и как будет. Поехали. Сори, что ввел заблуждение, если кого. Сам просто увидел таблицу и все. Все померкнул в глазах от такого. Вполне полный стадион. Так, задание от тренера. Давайте посмотрим. Так, получите 6 баллов. До 7% командного владения. До 7% обводки. Ну, такие скромные вполне задания. Ну, все здесь, да, на бумаге сильнее нашей команды. Команды, против которой играют. Джерард. Парехо. Лонг шот. Парехо. Балмас. Его не напугать. Таким ударом. Ну, прессингуют, посмотрите, испанцы. Я-то там в атаке. Готов, готов сюда применять мяч. Здесь офсайд, наверное, будет. Нет офсайда. Пас нах. Я открыт. Хорошо, мне паса дает. А лонг шот. Дальнобой. Дальнобой. Смирнов. Удар. Рикошет. Еще добивание. Гамалео. Мимо ворот. Ну, вот. Опасно. Атакует здесь центр. Почему-то опять свободно. До спасовки. Еремия. Удар. Балмас. Да. Настораживает. Второй удар уже. Первый. Обычно игрок замены. Но здесь фолл же, нет? Рауль Альбиоль. Опытный. Его надо на скорости брать. Так будет сложно. В статике. А вот такой пас я выдаю. Голевой. Сиерро. Калати. Он калачивает мяч в сетку. 1-0. В середине первого тайма. Янг Бойс выходит вперед. Очередное мое результативное действие. Здесь уже голевая передача. Раз. И убойная позиция. И такой же убойный удар. Висен Сиерро. 1-0. Янг Бойс выходит вперед. Нужна эта победа как воздух. Потому что с Челси потом будет вообще вилы. И если мы, почитаю, обыграем, то практически обеспечим себе Лигу Европы, по крайней мере. А там, глядишь, неизвестно, что будет с Челси. Хорошо. Ухожу. На смене движения. И буду бить издалека. Удар угловой. Как я? Обыграл защитника, а? На смене движения. Раз. И все. Неудел оставил. Потом ушел. Немножко сместился в левую сторону. Пробил в уголок. Хорош голкипер. Но и я неплох. Угловой. Подача. В мою сторону. Буду бороться. Опасно. Куча мала. Здесь много народу. Очень после угловой. Логично. Фаснак. Удар кручен. И Асенхо парирует мяч. Отличный. Отличный пятиминут. Канн Бойс. Играем по-хозяйски. Действительно. Подача уже в центр штрафной. Еще удар. Удар. Голкипер испанцев. Не задается. Великолепный момент. И очень классно действует вратарь на линии ворот. Удар. И, смотрите, под перекладиной вытаскивает мяч. Еще подача. Уже в мою примерно сторону. Пефок. И он забивает гол. Все-таки дожали мы. Дожали мы, Янг Бойс. И Вилериал дожал. Пефок. Моя команда в ударе. Моя команда в ударе. Здесь я еще мешался немножечко. Видите, пробежал мимо. Здесь Пефок в борьбе с двумя защитниками пробивает. Здесь уже никакой голкипер. Таким мячом не тащит. 2-0. Янг Бойс идет. Рвем. Рвем. Вилериал на части. Не расслабляться. 2-0. Еще не победа. Хорошо. Идем в атаку. Пас проходит мой все равно. Со скрипом. Но проходит. Ай-яй-яй. Заранее. Заранее нажал кнопку. Сейчас мог бы ворваться в один на один. Но, к сожалению, нажал. Обидно. Полумомент. Но он мог нам стоить гола. А теперь уже контратака Вилериала. Опасная подача. Да, Зейгер. Да, видите, ротирует состав. Наш тренер. Есть игроки, которые нечасто попадают в основу. Беги, беги. Открывайся. Пефок. Отдам пас любому открытому. Вот здесь Пефок просто плохо действует. И Бора перехватывает мяч. Троковая минута матча. Так, у меня еще есть стамина. Еще минут на 20-30. Второго тайма, я думаю, должно хватить нас. Так что, ребята, обязательно сделайте активность в видео. Расскажите друзьям. Может, кто интересуется. Чтобы было побольше внимания к этим видео. Классная же карьера, согласитесь. Самому нравится. Вратарь очень добротный у Вилериала. Перерыв. Сиера и Себачао. Авторы голов. Так, стандартно мы идем с Калкипером. Очень сдружились. И давайте ко второму тайму. Кстати, Спартак-то с Монако 1-1 пока что. Погнали ко второму тайму. Ну, Сиера, простой мяч как-то теряет. Если сейчас не пропустим сразу же мяч. Ближайшие несколько там десятков минут. То уже будет полегче. Эту игру до победы довести. Хорошо, на финте я ухожу. И мне отдай пас. Ай-яй-яй. Пытался, но не очень неуклюже. Вот бывают такие моменты, где недостаточно мастерства у моих игроков. Все-таки тут не Деберюни передачи выдает. И не пирло. Есть, есть такое. И это правоподобно. Опасный момент. Удар. Пас пяткой. Жарода. Но его здесь ликвидировали. Так, на фланг вижу. Пас нахты. Я пошел открываться, если что. Мне заброс делают. Надо, главное, принять мягко этот мяч. Принимаю. Убью в дальние. Если бы не вратарь. Если бы не вратарь. Счет был бы уже 3-0. Так, замена. Кого меняют? Не меня? Нет, Лефорта меняют. Так, давайте здесь создадим суету. Подача. На подборе Young Boys. Еще пас отдаю. Голевая, может быть, удар штанга. Добивание. Забивая гол. Нет положения игры. Если нет положения игры, то это 3-0. То это Алексей Смирнов нападающий находится в нужной точке в нужное время. И добиваю этот мяч. Вколачиваю его от вратаря. По-моему, даже. Вот смотрите, здесь я пас отдаю. Удар штангой. Добивание. Да, от вратаря. Ну, сильные и мощные удары. И под перекладину мячикки юркает. 3-0. Young Boys. Получите, распишитесь. Еще замена. Снова меня не меняют, да? И уже... Попросить замену, пока остались они, да? Давайте попросим замену. Отдохнем. Устал я, как физически, так и морально немножко от этого манча. Ну и 3-0. Спокойно. Спокойно побеждаем. Я вели реал. Вот другие результаты на ваших экранах. И давайте посмотрим, что там творится в таблице. Вот это карьерка получается. Так, в этой таблице все ясно. Так, развитие навыка. Еще 6 очков нам дали. Обязательно мы распределим эти очки. Давайте посмотрим. Лига чемпионов. И вот вам интрига на следующую серию, ребят. Посмотрите, что творится. Мы на первое место выходим по итогу. И потом будем играть с Челси в последний матч. А вели реал между собой будет играть с Ювентусом. Поэтому, если мы проигрываем, допустим. Ну мы выходим точно. Точно выходим. Вопрос, с какого места. В Евровесну? А в какую? Уже посмотрим дальше. Так что, ребят, не пропустите следующую серию. Это не буду сильно затягивать. Давайте попробуем собрать просмотры хотя бы какие-то. Так что, ребят, пишите комментарии обязательно. Чем больше комментариев, тем больше мне мотивации. Но обязательно следующую серию ждите. Раз в неделю теперь точно будет выходить. Если будет большой камбэк, то... То тогда давайте и по 2 серии в неделю. Посмотрим, как она сложится. Вот такая серия получается. Мне кажется, очень круто. Так что, с вами был канал на грани фола. Adios, Amiga. Субтитры подогнал «Симон»